Купить золото WoW, Blade & Soul и других MMORPG можно на сайте elfmoney.ru Низкие цены, доставка 24 на 7 и скидки постоянным клиентам. Ссылка в описании. И снова всем привет, друзья! Вокруг этой темы множество разговоров, люди строят догадки, теории, откапывают какие-то непонятные факты. Я говорю о предательстве отрекшихся в битве у Врат Гнева. Уже столько лет прошло с этого события, а многие из вас до сих пор не знают, почему Аптекарь Гниляс предал Орду, как он к этому пришел и чем в итоге все закончилось. Что ж, сегодня мы дадим вам ответ на этот вопрос, причем очень подробный. Воды в ролике не будет, а будет лишь огонь. Огонь и нечестивость! Все началось с Вариматаса. В народе отрекшихся он был вторым по значимости после Сильваны и руководил всеми военными и защитными мероприятиями в землях Лордерона. После того, как Артас ушел в Нордскол, а бледь была изгнанной столицы, народ отрекшихся остался на волю случая. Их пытались уничтожить сразу три стороны – Алый Орден, Килтузад и Кирентор. Тогда они и вступили в Орду. Опытные алхимики основали Королевское фармацевтическое общество, в кругах которого они занимались исследованием чумы и болезней, пытаясь выявить лекарства и залечиться. Но вскоре из всего этого они смогли извлечь другую выгоду – использовать чуму как оружие. Долгие годы ушли на то, чтобы создать совершенную чуму, что уничтожало бы любое существо из плоти, неважно, мертвое оно или живое. Создавая такое оружие, отрекшиеся преследовали одну цель – обезопасить себя от различных угроз и очистить земли Лордерона от своих врагов. Вариматас был доволен. Алхимики сотворили чуму, но все еще приходилось ее дорабатывать. В то время отрекшиеся уже смогли уничтожить Алый Орден и плеть в своих землях, а волшебники Долрана были вынуждены укрыться за таинственным куполом и продолжить свои исследования. К слову, активную войну со стороны Долрана вел маг Аругал. В то время к нему в руки попал могущественный артефакт – коса Элуны. С ее помощью он превращал жителей деревни Погребальных Костров в воргенов, что нападали на отрекшихся в Серебряном Бару. Жители при свете дня были людьми, но ночью становились озлобленными волками. Хотя были и неудачные эксперименты. Это те, что не смогли удержать силой воли ярость внутри себя. Они же остались воргенами навеки и бродили в лесах Бора, нападая на каждого. Аругал был убит внутри стен крепости Темного Клыка, а коса исчезла. Как раз к тому времени Вариматас был готов испытать первый прототип новой чумы. Отрекшиеся распространили заражение в деревне, и жители начали медленно умирать один за другим. Та же участь постигла Южнобережье. Но Повелитель Ужаса хотел большего. А именно, чтобы чума уничтожила и мертвецов, подвластных Королю Лечу. Тогда отрекшиеся смогут убить Артаса и свершить свою месть. Вместе с лучшим аптекарем Гнилисом они вплотную занялись доработкой чумы. Но у Вариматаса были иные планы. Натризим желал стать властителем этих земель, а не служить Сильване. И тем более не союзничать с ненавистными ему орками, турианами и троллями. Он объединился со своим братом Бальназаром, что на тот момент командовал всем Алым Орденом. Вариматас остался верным Легиону и дал клятву Саргерасу, что очистит мир от плети, Орды и Альянса. И тогда, когда падший Титан придет, он щедро наградит Повелителя Ужаса и его союзников. Гнилису такие перспективы были по нраву, и он встал на сторону Вариматаса. Но другие ни о чем не догадывались. Бальназару также понравился план, и он согласился разыграть эту шараду, как он сам говорил. Поэтому Алый Орден отныне не трогал отрекшихся, а стал готовить экспедицию в Стратхольм, чтобы очистить его от плети и укрепиться там. Ранее Бальназар в теле Сайдена Датрахана расколол Орден Серебряной Длани изнутри, заставив Ренома Грейна убить своего отца. Все это было также спланировано с Вариматасом. Таким образом, земли Лордерона остались бесплоченных защитников. Последним компонентом чумы стали чумные споры из Наксрамаса, что были доставлены агентом Вариматаса к Кастилианам. Оставалось совсем немногое. Тогда уже вовсю шла кампания против плети в северных землях Нордскола. Горош и верные ему отряды отрекшихся отправились на передовую вместе с Каркроном, а вместе с ними и Гнилис. Вариматас остался в подгороде. Гнилис выжидал. Смертоносная чума вот-вот должна была обрушиться на Короля Лича, а затем и на всех остальных. Но тут все сложилось намного выгоднее. Битва у Врат Гнева. Лучшие воины Орды и Альянса, а также сам Артас находились в одном месте. Тогда аптекарь начал действовать. Ты заплатишь за все загубленные тобой жизни, предатель! Храбрые слова. Но ничего у тебя не... Что? Вы думали, мы забыли? Вы думали, мы простили? Узрите же страшную месть отрекшихся! Сильвана. Смерть плети и смерть всему живому! Это еще не конец. Да, теперь все видят. Пришло время отрекшихся. Вот и все. Спасения нет никому из нас. Смерть. Смерть. Субтитры создавал DimaTorzok Пока шла вся эта перепалка, Гнилис и его окружение успели сбежать с материка и возвращались обратно в Лордерон, так и оставшись незамеченными. Вариматос получил сигнал Аптекаря и сделал свой ход. Повелитель Ужаса открыл множество порталов Мир Легиона, из которых на подгород хлынули демоны. Так, буквально за несколько минут он установил новую власть на руинах столицы. Конечно же, весь мир был в ярости, и в первую очередь все винили Сильвану. Она и сама чуть не погибла во время этого переворота, вынуждена избежать из столицы и направиться в Аргримар за помощью. Тралл откликнулся и лично прибыл в Лордерон с целым Легионом Орков. Вместе с Сильваной они осадили подгород и добрались до Вариматоса. Но Альянс тоже не желал мириться со всем этим. Вариан Рин вместе с Джайной, Валирой и Бролом Медвежьей Шкурой отправились к черному ходу у столицы. Они также пробрались в город и встретились с Гнилисом. Теперь просто смотрите эти события со стороны обеих фракций. Сильван Медвежьей Шкурой Продолжение следует... Продолжение следует... Пририансь в Myнести Брологими Белом приготовлонности Сильван Медвежьей Шучки Успrooms История П далеко С strain Бог Лего Продолжение следует... 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 Путрес. Посмотрите вокруг тебя. Вы должны знать, что Орки имеют боевую борьбу. Локтар Огар. Это означает «виктория или смерть». «Фиддень». В тронерую! Мне было слишком долго. Моя отсутствие удача в жизни для наших больших героев. Как бы у нас в мире без тебя и твоего твердого хорда. Это закончится сейчас, Варчиф. Встречай! Встречай! В Болвар! В Альянс! Вариан! Нет! Встречай! Я не должен быть так. Вот до чего доводят союзы с демонами. И Сильвана должна была понять это раньше. А на сегодня всё. Поставьте нам лайк за наши старания и подпишитесь на канал. Большое спасибо за просмотр. Ну всё. Пока. Встречай! 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 Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»